Де-факто будет России трудно удержать Кавказ, потому что Кадыров, если не станет президентом России, то минимум президентом своего народа и своего Кавказа он станет. У него есть своя армия. И он играет свою игру, безусловно, играет свою игру. И эта игра не в интересах Путина и не в интересах России. Он в интересах своего народа. Что бы он ни говорил, и как бы вы не рассматривали, не смеялись, он играет свою игру в интересах своего народа. Дальше. Дагестан. Мы видим процессы, которые там начались. То есть эти все процессы пошли. Не надо забывать также и о Кёнигсберге, и восточной Пруссии. Не надо забывать о территории, оккупированной Финляндии. И часть Эстонии тоже сейчас оккупирована Россией. Не говоря уже о Южной Осетии. Не только Украина потерпела. Вот эти все территории сейчас начнут отделяться тем или иным образом. И вот эти процессы центробежные, они будут идти по одной простой причине. Москве нечем удерживать этих людей. Они должны удерживать или силой. То есть нужно увеличивать Росгвардию. На это нужно больше денег, больше ресурса. Ресурса нет. В конце концов, путинский режим дойдет до того, что он начнет бросать в топку войны вот эту самую Росгвардию, на которой держится его режим. Что такое Росгвардия? Когда разваливался Советский Союз, для того, чтобы его как-то удержать, это был где-то 88-й год, 89-й год, был создан ОМОН, отряд милиции особого назначения, который потом стал Беркутом, ну и так далее. И сейчас это Росгвардия. Особенность этой структуры, это в том, что удерживать власть Кремля. Но ее нужно кормить. Не просто так. Они же не будут просто так бить бабушек на улице. Нет. Их надо кормить. Надо чем-то кормить. Это вопрос. Их надо содержать. Естественно, что бесплатно они бить бабушек не будут. Ну и вот в целом все это. Кроме того, не надо забывать, что существуют такие структуры, которые понимают, что происходит. Абсолютно трезвомыслив. Это такие структуры, как ФСБ или служба внешней разведки. Да, это враги, но это умные враги. Это не идиоты. Это враги Украины, безусловно. Но это умные, это интеллигентные люди, которые понимают, о чем идет речь, и как идет, куда и что идет. И поверьте, что они первыми придут арестовывать Путина. Не ЦРУ, не СБУ, а именно сотрудники ФСБ придут арестовывать Путина. Больше некому. В том числе сотрудников личной охраны Путина. Личная охрана Путина сама сдаст Путина туда, куда следует. Потому что Путин уже наделал против интересов России достаточно много. Начиная с того, что вывел за рубеж в банки США и Европы триллионы долларов, которые сейчас неизвестно где и заблокированы, нанес колоссальный ущерб России, демилитаризовал Россию, практически привел Россию к рау. Кто в этом виноват? Ну вот, кто-то будет играть на этих костях Путина. С другой стороны, он же повязал всех единой кровавой порукой. Он же подвязал туда Совет Федерации, как коллективный орган. Он подвязал туда депутатов Госдумы. Он подвязал туда Мишустина, премьер-министра, на которого повесил кучу военных задач. Он повязал туда того же Собянина, который, казалось бы, с одной стороны, к военным спецоперациям, как они говорят, отношений не имеет. Но его он туда макнул в кровь, когда начал собирать по Москве и привлекать его к работе. То есть он таким образом... А сейчас? А сейчас слышите меня? Вы меня слышите? Я вас слышу. Да, сейчас вас слышу. Вот хорошо. Ну тогда мы этот кусочек можем вырезать. А можем оставить? Дело такое, знаете... Ничего страшного в этом нет. Таким образом, Путин повязал всех вот в этой кровавой порукой. Кто тогда придет его арестовывать и задерживать, если они фактически все должны сидеть на лавке нового военного трибунала? Вот есть такой очень хороший фильм, он известен всем россиянам. «18 мгновений весны». Вот поверьте, что уже часть вот этой всей публики, они уже ведут переговоры там с Соединенными Штатами Америки. Почему я говорю, что Лавров может быть приемлем? Вот, к примеру. Они же ведут уже переговоры, уже ведут переговоры, будьте уверены, Патрушев, будьте уверены, и Пригожин тоже ведет переговоры. То есть все они умные люди, и кто как, разными путями они пытаются сохранить свое влияние после этой катастрофы, которая надвигается на Россию. Они прекрасно понимают, что происходит. Они пытаются удержать ситуацию за счет жизни россиян, но вы же не считаете их глупыми людьми. Там есть и умные люди. Смотрите, но на Западе тоже понимают, что вина лежит не только на Путине, но и на Лаврове, и на Патрушеве, и на Пригожине, с Кадыровым это понятно, и на Мишустине, на Нарышкине. То есть они все понимают, что это не... Да, можно сказать, что фюрер 21 века Путин во всем виноват. Виноват, безусловно. Но те, кто его окружают, не белые пушистые. Конечно, не белые пушистые. Да, они виноваты. Кровавые и колючие, естественно. Ну, будут выбирать из всей этой публики наименее кровавые, наименее пушистые. Наиболее пушистые. Знаете, есть замечательный человек, был такой человек, москвич по происхождению, Владимир Лефев. Этот человек отличается тем, что он написал замечательную книгу, которая называется «Алгебра совести». И он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. И по его математическим моделям, которые он написал кратко в этой книге, потом более глубоко в трудах, по его математическим моделям, он, в общем-то, разваливался в Советский Союз, и по этой же модели сейчас разваливается Россия. Так вот, там есть такая вещь очень интересная написана, которая очень помогает анализу ситуации. Вот западный мир реактивизуется тем, что не идут люди на компромисс между добром и злом. Они всегда выбирают сторону добра. Добрые люди. Но они готовы вести переговоры с кем угодно. Они договороспособны. А вот в России люди особенные, то ли личная хромосома, то ли еще что-либо, они легко идут на компромисс между добром и злом. Но они способны к переговорам. И мы видим, что это происходит фактически сейчас. Мы видим там надписи российских солдат, которые говорят, что мы там будем бороться за добро, убивая людей. Ну и подобная там чепуха, которая там трудно можно сопоставить как бы одно с другим. Вот это вот все существует. То есть они готовы убивать ради жизни. И вот такая логика, она присутствует в руководстве Кремля по сей день. Поэтому они будут искать спасение у кого-то, будучи, скажем так, ограниченной договороспособностью. А Запад будет вести переговоры со всеми. Буквально со всеми. Я более чем уверен, что он ведет сейчас переговоры со всеми. Со всеми путинскими олигархами, держателями денег. Им есть что теряться, и с ними можно вести разговоры. Со всеми башнями Кремля. Все ведут переговоры. Мягко, через посредников, через поставных лиц, через кого угодно. Но переговоры идут. Мимо Путина. Только с Путиным никто не хочет договариваться, потому что с ним договариваться уже бессмысленно. Он многократно зарушал слово. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok